Всем привет, ребята! Вы на канале Мэри Гэмс, и мы продолжаем играть в детективную любовь. История одного преступления. Сегодня мы проходим четвертую главу, а она называется «Любовные раны». Загородный дом, принадлежащий бывшей жене Владимира Смагина. Сам Владимир Смагин заходит в гостиную и зовет дочь. Он рассержен. Валерия! Валерия! Папа? Не смей мне папкать! Прекрати кричать! Ты знаешь, что тебе не следует здесь находиться. У мамы случится истерика, если она тебя тут увидит. О, есть вещи поважнее психического здоровья твоей матери. Которая, кстати, никогда не была ее сильной стороной. Перестань втягивать меня в ваши дрязги. О, почему ты не отвечаешь на звонки? Что? Я только что был в полицейском участке. Они звонят тебе, а ты не берешь трубку. Я... я... потеряла телефон. О, неужели? Ага. Ты же меня знаешь, я избалованная и безответственная. Я всегда теряю дорогие вещи, на которые мой отец зарабатывает тяжелым трудом. Владимир, разозленный поведением дочери, достал свой мобильный телефон. Что ты делаешь? Звоню тебе. Где-то в доме звонит телефон. Ну и... врунь я. Не могу не врать. Это гены. Прекрати пререкаться и рассказывай, что происходит. Ничего не происходит. Тогда иди в полицию и скажи им это. У них есть вопросы о каком-то парне по имени Илья Ноздрин. Ох. Я установил за ними слежку. За полицейскими, расследующими это дело, я имею в виду. Зачем? Ты не хочешь ничего мне рассказывать, поэтому я узнаю все сам. Я сделала это ради тебя. Сделала что? Позаботилась обо всем, вот что. Он слишком много знал. Это моя вина. Ты... ты не могла. Но они не узнают. Я позаботилась об этом. Я могу сама решать свои проблемы. Я твоя дочь. Телефон Владимира зазвонил. Он тут же взял трубку. Да? Они попали в перестрелку на Грин Стрит? Чем все закончилось? Парня арестовали? Ах, вот что. Ладно, ладно. О, нет. В больнице, говоришь? Не теряйте их из виду. Подождите подходящего момента. Владимир положил трубку. Что случилось? Очевидно, ты оставила после себя следы. А здесь ошибки новичка недопустимы. Это не как на уроке по боевым искусствам. Тут тебе достанется по-настоящему. Я хотела... Мне все равно. Ты снова устроила беспорядок, который мне придется разгребать. За несколько минут до разговора между Смагинами. Рита, Максим, Тимофей и Вероника перед входом в квартиру на Грин Стрит. Ладно, план такой. Вероника, ты позвони же в дверь. Нет, пожалуйста. Я не могу. Опять? Что делать? Попытаться ей все объяснить снова. Ладно, Вероника. Он не отвечал ни на чьи звонки, кроме вашего. Это что-то значит. У вас есть все шансы убедить его все рассказать. Я знаю, но я не смогу притворяться. Это будет выглядеть подозрительно. Я согласен с Вероникой. Она уже достаточно не терпелась. Я тоже его знаю, я смогу поговорить с ним. Как отреагировать? Согласиться. Я думаю, ты прав. Она все испортит. Ну, я буду вести себя так, будто другой музыкант из группы рассказал мне, где он находится. А я якобы хочу ему кое-что передать. Что, например? Что-то, что он оставил в квартире. Медиатор, например. Он барабанщик. Тогда барабанную палочку. Послушай, Рита, я снова согласен с коротышкой. Опять. Прекрати называть меня коротышкой. Да, вы должны перестать это делать. Что делать сейчас? Просто начать составлять план. Хорошо, новый план. Вы просто позволите своему напарнику оскорблять Тимофея? Мы находимся перед местом, где скрывается подозреваемый. Прекратите. У Вероники зазвонил телефон. Выключите его. Ну, это Бобо. Ответьте прямо сейчас. Вероника повиновалась. Бобо? Они услышали голос Бобо с другой стороны двери и одновременно с этим по телефону. Привет, Вероника. Извини за то, что я сказал. О, не стоит. Послушай, я знаю, ты только что узнала об Илье, но... Послушай, это может прозвучать странно, но только что я услышал твой голос. А я здесь один, поэтому подумал, что что-то свыше говорит мне позвонить тебе. Чокнутый. Будто это знак, понимаешь? Да-да. Давай ближе к делу. Дело в том, что я всегда думал, что Илья относится к тебе не так, как ты того заслуживаешь. Не говори так о нем. Нет, Вероника, я имею в виду, я планирую уехать из города, пока все не уляжется. Хочешь уехать со мной? О, Бобо, мне очень жаль. Они услышали шаги в квартире прямо за дверью. У меня снова такое чувство, словно ты стоишь прямо за дверью. Я сейчас ее выломаю. Я сейчас ее выломаю. Теперь он целился в них с расстояния. Тимофей и Вероника все еще находились в безопасности за пределами квартиры. Вероника, коротышка, вызовите подкрепление. Вероника, уходи, я попытаюсь с ним договориться. Вероника ушла. Не надо, у него есть пистолет, а ты только раздражаешь. О, прекрати, я хочу помочь. Как отреагировать? Остановить его. Тимофей, нет, уходи. Я захожу. Нет. Было слишком поздно. Тимофей уже вошел в квартиру. Он стоял на линии огня между Бобо и укрытием детектива. Бобо увидел его. Надоедливый сосед, я знал, что ты замешан во всем этом. Бобо, не стреляй, я просто хочу. Максим быстро оценил ситуацию. Он выпрыгнул из-за дивана, толкнув Риту на пол, чтобы она не смогла прыгнуть. Он толкнул Тимофея в сторону, и пуля из пистолета Бобо попала в Максима. Он упал. Бобо охватил шок, и Рита воспользовалась моментом. Она подбежала к Бобо. Что мне с ним делать? Поставить его на место? Сейчас я тебе покажу. Рита бьет Бобо так, что тот падает без сознания. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Он без сознания. Тимофей, вызови скорую. Рита перед входом в больницу. Она звонит шефу Уилсону, чтобы доложить о случившемся. Рита! Шеф! Что случилось? Мы арестовали барабанщика. Он оказал сопротивление. Офицер Власов был ранен в ходе борьбы. Нет. Задеты только мягкие ткани, сэр. В настоящее время он восстанавливается в больнице. Так он в порядке? Как ответить? Прямо? Да, он в порядке. Теперь о подозреваемом. Вы получили от него какую-нибудь информацию? Он много болтал о том, что полиция работает на мафию. Но у него небольшое сотрясение мозга, поэтому нам придется подождать, пока он выздоровеет. Как это произошло? Что сказать шефу? Скажи ему правду. Это я сделала. Он мог убить Власова, поэтому я была, ну, не очень ласкова с ним, сэр. Ха-ха-ха, ты задала ему трепку, да? Я не очень этим горжусь, сэр. Самое важное, что с его пистолетом? Это не тот, который мы ищем. Снова тупик? Не совсем, сэр. Я думаю, что он может оказаться параноиком. Слышал что-то нехорошее про клуб, начал воображать всякие вещи. А когда его коллегу по группе убили, он начал думать, что он следующий. Звучит логично, и встречается довольно часто. Он что-то пробормотал о том, что Илью Ноздри напредали. У Ильи при себе была крупная сумма денег, перед тем, как его убили. Ты думаешь, это чужие деньги? Ага. И вы знаете, чьи это могли быть деньги? Да. Сейчас я просматриваю сообщения между ним и Ильей, у него на телефоне. Трудно понять контекст, потому что Бобой стер половину переписки. Но Илья о чем-то сожалел. А еще он был напуган. Хм, и что ты планируешь делать? Справлюсь о Максиме. Дождусь, пока врачи вылечат барабанщика. А тем временем мы с Максимом придумаем что-нибудь. Правильно. Удачи. Спасибо, шеф. Больница. Палата Максима. Входит Рита. Тимофей и Вероника уже здесь. Ты проснулся, Максим? Привет, коротышка. Ха-ха-ха. Некоторые вещи не меняются, да? На самом деле, я не очень-то хотел, чтобы твое уродливое лицо стало первым, что я увижу после пробуждения. Но ты здесь, потому что ты это лицо спас. Я просто пытался размазать тебя по полу за то, что ты такой глупый. Ох, вы двое, прекратите. Совсем как дети. Хоть на секунду задумайтесь о том, как вам повезло. Мне вмешаться? Нет, просто зайди. Хм. Привет, Рита. Теперь вид получше. Все равно, Максим, я хочу поблагодарить тебя. Ты спас мне жизнь. Как я уже сказал, это был побочный эффект. Ха-ха-ха. Ну, пожалуйста. Я тоже хочу поблагодарить вас, офицер Власов. О, назовай меня просто Максим. Мы через многое прошли вместе. Но за что ты меня хочешь поблагодарить? Ты запала на коротышку? Ха-ха-ха. Вероника и Тимофей мельком переглянулись. Как отреагировать? Пошути. Ладно, извините, что прерываю этот романтический момент, но мне нужно пару минут переговорить с Максимом наедине. Наконец-то мы останемся с тобой наедине. Даже сейчас, Максим. Хе-хе. Хорошо, мы уходим. Мы навестим тебя попозже. Вероника и Тимофей вышли из палаты. С чего начать? Спроси, как он себя чувствует. Ну, как дела? Улыбка симпатичной медсестрички уже меня исцелила. Хе-хе. Это было неожиданно. Я пробую новую стратегию. Вызываю у тебя ревность. Она не работает. Да, очевидно. Хорошо, теперь о расследовании. В чем признался чокнутый барабанщик? Он был слишком шокирован, чтобы сообщить что-то вразумительное, к сожалению. Ты хорошенько его приложила, да? Мне признать это? Да. Ну, я делаю все, что требуется. Это я больше всего и ценю в напарниках. Спасибо. Напарника во всех смыслах. Ты все испортил. Не сдержался. Тебе повезло, что ты ранен, иначе я бы тебя стукнула. Ха-ха-ха-ха. Пожалуйста, не надо. Ни к чему еще и сотрясение мозга. Так ты нашла там что-нибудь интересное? В квартире я имею в виду. Пистолет. Пистолет. Не тот, который нам нужен. Ох. Да. Билет на самолет. Он действительно собирался уехать из города. Что-нибудь еще? Фотографию Вероники. Как трогательно. Ага. И еще много безумных сообщений в телефоне. Ты оставила самое интересное, наконец. Именно так. Итак, он удалил много сообщений. Но я рассчитываю, что ты просмотришь их внимательно и попробуешь восстановить ход разговоров. Почему я? Ну, ты не можешь двигаться. У тебя есть время. Тебя выпишут только завтра вечером, верно? Ага. Получается, я снова делаю за тебя бумажную работу? Как отреагировать? Признать, что это смешно. Хе-хе. Ты вдруг научился шутить. Может быть, мне следует чаще выступать мишенью? Хе-хе. Я могу позаботиться об этом. Хорошо. А пока я читаю переписку двух полоумных музыкантов... Чем собираешься заниматься ты? Допрошу барабанщика, как только он будет готов. Тут я тебе не завидую. Дверь за спиной у Риты открывается и входит Марина. Я пришла, как только узнала. Ты в порядке? Привет, Марина. Что ты здесь делаешь? Я позвонила тебе на работу, потому что, как ты знаешь, мы должны были пообедать вместе. Ой, я совсем... Не волнуйся. Господин Уилсон рассказал мне все. Так ты в шоке или типа того? Нет, Марина, я в порядке. Это его ранили, не меня. Марина не могла дождаться, когда Рита упомянет третьего присутствующего в палате. Как дела? Господин Уилсон говорил, что ты повел себя как настоящий герой. О, спасибо, Марина. Но это моя работа, ничего особенного на самом деле. Ничего, только послушайте его. Он такой чудесный. Правда? Как твое плечо? Там останется шрам. Не беспокойся, крошечная пулька угодила в большое плечо. Кто победил, по-твоему? Я так рада, что это ты. Они развеселились. Мне вмешаться? Нет. Я рад, что ты рада. Даже раненый он остается джентльменом. Рита, ты все еще придерживаешься своего подхода? На работе только работа. Марина, прошу тебя. Мы обсуждали кое-что по нашему делу. Можем поговорить на улице, если подождешь минутку. И вы двое сможете поболтать о чем угодно, когда мы закончим? Ладно, ладно. Ухожу. Пока, Максим. Еще увидимся. Поправляйся поскорее ради меня. Ладно? Увидимся, Марина. Обязательно поправлюсь. Рита и Максим снова остались одни. Ты слегка приревновала? Что ответить? Как бы не так. Как бы не так. Значит, не приревновала? Нет. Я никогда не ревную. Хорошо. Так в чем дело? Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты там сделал. И ты не хотела, чтобы Марина при этом присутствовала? Почему? Я не умею работать в команде. Как правило, я делаю все сама. Обычно это меня благодарят, а не я. Ха-ха-ха. Ты такая милая сейчас. Перестань смеяться. Может, я больше никогда не смогу на это решиться. Ладно, хорошо. Итак, спасибо за то, что спас Тимофея. И меня. На самом деле, не нужно благодарить меня. Что касается его, то мне было приятно его посильнее приложить. А что касается тебя, мы оба знаем, что ты бы и сама не хуже справилась. Мне просто нравится брать все в свои руки. Как отреагировать? Я понимаю. Да, так же, как и я. Так мы родственные души? Не будь жалким. Да, у тебя уже есть один такой парень. Ладно. Начинай читать сообщения. А я посмотрю, как там барабанщик и остальные. Хорошо. Передавай привет Марине. Конечно. Пока. Рита, Тимофей, Вероника и Марина стоят перед входом в больницу. Врачи говорят, что барабанщик в норме. Мы сейчас его заберем. А что потом? За нами приедет полицейский фургон. Мы вчетвером поедем в полицейский участок. Хорошо. Я тогда вернусь в салон. Только один вопрос, прежде чем я уйду. Что? Что мне принести Максиму, пока он в больнице? Что он любит? Фрукты, шоколад? Что я думаю по этому поводу? Все нормально. Ну, не знаю. Но я уверена, что он оценит твое внимание. Думаешь? Да, конечно. Ладно. Мне лучше поторопиться. Не поймай пулю, подруга. Постараюсь. Загородный дом, принадлежащий бывшей жене Владимира Смагина. Владимир и Валерия сидят друг напротив друга, не в силах разговаривать. Зазвонил телефон Владимира. Да? Ах, вот что. Они направляются в полицейский участок? Заблокируйте главную улицу и сделайте так, чтобы они поехали по бутылочной аллее. Накройте их там. Я ухожу. Передай привет матери. Ну вот, серию закончили как раз, как обычно, на самом интересном моменте. Ну что ж, будем ждать следующую главу. Ее пока что нет. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.